Вы, наверное, замечали, что один и тот же предмет, запечатленный фото журналистам и художникам, совершенно по-разному воспринимаются. Потому что на фотографии просто этот предмет отображается, застыв, передав то мгновение, которое было пережито. Совсеменные чувства воспитываешь, когда рассматриваешь работу художника. Потому что именно в свою работу человек вкладывает свои чувства, свое понимание мира. Об этом мы и вели однажды разговор при первой встрече с Николаем Константиновичем Шабановым. Человеком, который воспитал немало художников. Человеком, который создал немало хороших картин. Причем эти картины он, как правило, не продает. Он дарит своим друзьям от сердца. От того сердца, которым и пишется каждый мазок. Здравствуйте на ваших экранах этим вечером. И сегодня я предлагаю поговорить о творчестве и о художественном взгляде на жизнь. И в гостях нашей студии профессор, доктор педагогических наук, член Союза художников, Союза дизайнеров России Николай Константинович Шабанов. Здравствуйте, Николай Константинович. Здравствуйте. Николай Константинович, вы заканчивали художественно-графический факультет нашего Курского педагогического тогда еще института. А сейчас вы преподаете. За эти годы сильно изменилось образование, факультет, студенты? Когда я заканчивал худограф, готовили только учителей изобразительного искусства. Был очень сильный, интересный факультет. Сейчас у нас готовят по нескольким направлениям. То есть сам по себе художественно-графический факультет как факультет остался, но на этом факультете готовят специалистов, а сейчас уже по направлению дизайн графический, дизайн интерьера, дизайн костюма, искусство интерьера и архитектура даже строителей. Ну, наряду с этим остался, конечно, и осталась подготовка учителей изобразительного искусства. Правда, сейчас это называется педагогическое образование, бакалавров готовим, и после обучения четырех лет они поступают в магистратуру. Ну и, естественно, те, кто достойны. Отбираем самых лучших, и поэтому я думаю, что стимул появился у студентов, потому что не все те, кто заканчивает бакалавриат, могут попасть в магистратуру. Конечно, изменился. Я еще раз говорю, что была только одна специальность, сейчас уже их достаточно много. А студенты-то изменились? Студенты? Да вы знаете, в общем-то изменились. Конечно, нельзя сказать, что не изменились, потому что меняется все, меняется время, меняемся мы, меняются и студенты. Естественно, студенты стали более мобильные, более прагматичные. Может быть, ну мне так кажется, что мы больше времени и больше внимания уделяли самому предмету изобразительного искусства, таким дисциплинам, как рисунок, живопись, композиция. Ну больше горели, что ли, этим. Но и сейчас есть такие студенты, которые, в общем-то, любят и уделяют этому очень много времени. Но тогда мы жили на факультете, мы оставались вплоть до того, что некоторые даже ночевали. Сейчас такого нет. Хотя есть очень талантливые ребята. Всякие есть студенты. Были и тогда студенты, и сейчас, в общем-то, разные студенты. Но в целом изменилось. А вот ваша супруга, также профессор, также педагог, и начинали свою карьеру вы вместе с ней, но очень далеко от Курска, в военном городке. Те годы какие воспоминания о себе оставили, какой опыт дали вам? Это очень интересно, конечно. С супругой я познакомился на художественно-графическом факультете. Она была на втором курсе, я был на первом курсе. Вот. Ну, познакомились. И я тогда курировал работу в комитете комсомола по работе с трудными. Ну, и она этим занималась то же самое. И, в общем, на этой почве мы познакомились. Ну, вы знаете, конечно, было время интересное. У нас были общие интересы. Она занималась изобразительным искусством, я занимался. Мы занимались общим делом, поженились. Распределение было впервые, наверное, за всю историю факультета. Распределяли меня в Москву. Но оказалось, что это Москва-400. Это закрытый военный городок, город Капустиньяр. Он и сейчас тоже закрыт. Это, наверное, там, где испытывают ракеты, проще, скажем так. Естественно, мы поехали туда вместе. Это было интересное время. Там у нас появились дети. Маша и Катя, двое детей. Там мы прошли практику. Она работала в детской художественной школе. Я в общеобразовательной школе. Было очень тяжело, потому что, естественно, было время, когда она не работала. И мне приходилось работать одному. Но ничего. Было тяжело, но было интересно. Определенный такой хороший стаж работы мы приобрели там. То есть, вот, познакомились, как раз практически познакомились с той работой, которая, в общем-то, помогла в будущем. Потому что, когда меня пригласили на художественно-графический факультет работать, я согласился, потому что это родной факультет. Мы еще как бы не отвыкли от мысли того, что мы еще студентами продолжали. Это была радость определенная, счастье. Мы вернулись к себе в родные стены. И я начал преподавать методику преподавания изобразительного искусства. Тогда как раз меня декан Николай Сергеевич попросил это делать, поскольку некому было вести. Но и поскольку я имел опыт работы в школе. А после того, как я поработал в 83-м году, я уехал в аспирантуру. Уже по приглашению из Москвы поступил в аспирантуру на художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института. Тогда был у меня руководитель, известный ученый, очень крупный в нашей сфере. Это доктор наук, профессор ростовцев Николай Николаевич. Ну и после того, как я досрочно защитил, мне нужно было защищаться. Через год поступила Ольга Петровна, моя супруга. Также защитила кандидатскую диссертацию, так как и я досрочно ее защитил. Где-то через 2-3 года я поступил в докторантуру. Защитил докторскую диссертацию. Опять же, у Николая Николаевича меня пригласил. Поскольку был такой наработан большой материал в этой области. Я также защитил досрочно докторскую диссертацию. Вернулся домой. И по тем же стопам супруга защитила докторскую диссертацию. Но если я защищал докторскую диссертацию в области рисунка же и психокомпозиции, формирования профессиональной направленности будущих студентов на занятиях по рисунку же и психокомпозиции, то у нее была активизация учения студентов по черчению. То есть у нее была очень такая тоже интересная и сложная работа. В общем-то, вот такой путь. Мы шли друг за другом, друг другу помогали. В большей степени, конечно, помогала она мне. В большей степени, конечно, доставалось ей, потому что дети, ясно, что она, будучи уже в докторантуре, в аспирантуре, она все равно чаще приезжала, она все равно больше, ну, как любая мать, она больше думала и заботилась о том, что как там дети. Но все было нормально, все было замечательно просто. Николай Константинович, сегодня вы профессионал сразу во многих сферах. Это касается и живописи, и декоративно-прикладного искусства, и дизайна. Как вам удается настолько разносторонним человеком быть в профессиональной сфере? Вы знаете, я могу вам сказать то, что когда я учился на художественно-графическом факультете, будучи студентом, у нас была прекрасная подготовка и по рисунку, и по живописи, и по декоративно-прикладному искусству. То есть мы, вот что интересно, мы не только теоретически все это осваивали, а и практически. Мы, допустим, занимались и оформлением, и в летнее время оформляли лагеря, и имели хорошую практику. Были замечательные педагоги, которые нас учили. Была замечательная такая атмосфера, практика. И, в общем, сложности какой-то особой не было. То есть не было узкой такой профессиональной направленности подготовки учителя. Потому что мы же выходили учителя изобразительного искусства, черчения и труда. Мы проходили очень много дисциплин. Изучали, вернее, много дисциплин. И, в общем-то, я получил такой... Ну, не только я. И многие тогда, когда учились вместе со мной, не получили хорошую практическую подотоку, что в будущем мы, в общем-то, практически всегда это поддерживали. То есть я, когда я был, допустим, в Капустин-Яре, работал в школе, то я занимался оформлением. Мы оформляли музей космонавтики, где приходилось заниматься, скажем, и маркетри делать, и чеканку, и расписывать по стеклу, и витражи. И все это практика. Я думаю, что сейчас, конечно, жалко, допустим, многих таких дисциплин, которых мы проходили, изучали, их нет, к сожалению. И, может быть, той практики. Ну, а может быть, это нормально. Сейчас ведь выпускают только, скажем, учителя изобразительного искусства, преподаватели изобразительного искусства. Поэтому я думаю, что по жизни, то, что мы понимали, что это пригодится, мы это старались освоить хорошо и качественно. Но, опять же, наверное, не все. Я не буду спрашивать у вас, строгий ли вы педагог. Я думаю, что лучше об этом скажут все-таки ваши студенты. Наверное, да. И поэтому сейчас я предлагаю посмотреть небольшой материал. АПЛОДИСМЕНТЫ